Например, кафе «Пирс», которое должно было стать аэрарием еще к 1 июля, работает в прежнем статусе. Мэр потребовал от собственника привезти буну в соответствии с проектом. Вместо навеса здесь должны появиться зонты, а вместо столов и стульев – лежаки. Были замечания и кафе «Фрегат». Проход к морю у людей не должен пролегать сквозь столовую мебель, отмечает городоначальник. Не по проекту развернули собственники и шатры кафе «Островок». Им предписано до конца недели привезти территорию в соответствии с требованиями благоустройства. При этом глава города подчеркнул, что интересы сочинцев, которые здесь работают, не должны пострадать. Мы реально понимаем, что за каждым этим объектом стоят чьи-то судьбы, чьи-то семьи. И естественно, что мы это обязательно будем учитывать. Если понадобится, то эти сносы будут перенесены на октябрь месяц. Владельцам магазинов на Приморской набережной, которые не вписываются в проект «Открытое море», Анатолий Пахомов предложил не доводить дело до судебных разбирательств. Борьба за доступность к пляжам в Сочи началась еще перед Олимпиадой. Часть арендаторов сразу пошли на законные требования мэрии, с другими пришлось общаться в суде. И как итог, главное достояние курорта – море становится открытым. А пляжи, по мнению гостей сочинцев, стали не хуже, чем на европейских курортах. Просто идем любуемся. Первый раз вышли на море сочинцы, открыли сезон. Сегодня выходной в театре, поэтому я сегодня на пляже. И мы были удивлены, просто удивлены. Прелесть, а не набережная. Спасибо вам большое. Спасибо. Проект «Открытое море» будет продолжен и дальше. Продолжение следует...